Алексей, добрый день. Для начала несколько слов об истории научно-практической конференции и с чего все началось. Добрый день. Все началось в 2004 году. 30 молодых амбициозных работников Северского трубного завода приняли участие в первой молодежно-научно-практической конференции по пяти секциям. Тогда в конференции было всего пять секций, но первый, блин, он не оказался комом. Но ажиотаж и резонанс, которые дала эта научно-практическая конференция, сразу же дала себе знать. И уже сразу же после окончания этой конференции было принято решение, что этому мероприятию быть и быть ему ежегодно. Сколько секций ожидается в этом году? В этом году, начиная с 2004 года, наша конференция сильно изменилась. У нас добавилось большое количество секций. Если мы начинали с пяти секций, то сейчас секций уже 15. Если мы начинали с тридцати человек, то у нас на эту научно-практическую конференцию заявилось уже 122 человека. Конференция меняется, меняются люди, меняются фамилии, меняются имена, меняются эксперты. Те, кто принимали участие в первой научно-практической конференции уже сегодня, в ряду тех людей, кто оценивает доклады наших молодых работников. Конференция эволюционирует, и с каждым годом появляется что-то новое. Ну и понятно, что в этом году мы приготовили некоторое количество сюрпризов для наших участников, для того, чтобы вызывать дополнительный интерес к этому мероприятию у наших молодых работников. Кто участники конференции? Это чисто корпоративный проект? Нет. Изначально, даже в 2004 году, у научно-практической конференции была мысль еще направления профориентационно. Когда в нашем мероприятии принимали участие и студенты Уральского федерального университета, на каких-то этапах принимали участие студенты техникума, ученики школ, студенты колледжа. А нынешняя конференция 2008 года объединила всех. В эту конференцию у нас заявились и студенты Уральского федерального университета, и школьники, и студенты многопрофильного техникума имени Назарова, и студенты Полевского филиала радиоколледжа имени ПОПО. То есть мероприятие, оно имеет интерес не только среди работников, но и показать себя хотят и те люди, которые, возможно, в будущем хотят связать свою судьбу с нашим предприятием. А что ждет победителей научно-практической конференции? Здесь традиционно есть денежные призы. В этом году они, как и в прошлом году, у нас на уровне за первое место 20 тысяч, за второе 15 тысяч рублей, за третье 10 тысяч рублей. Ну и плюсом одним из самых главных подарков является возможность представлять нашу делегацию Северского трубного завода на большой корпоративной конференции, на большом корпоративном международном форуме ТМК «Горизонты». Хочется сказать, что наша молодежно-научно-практическая конференция – это один из элементов, один из проектов корпоративного университета ТМК «ТУЮ», который был открыт недавно. То есть на каждом заводе нашей большой компании проходят такие конференции, и лучшие из лучших победителей этих заводских конференций осенью в городе Сочи будут бороться за звание лучших вообще во всей компании. Ну и хочется, конечно, чтобы именно наши ребята стали лучшими. А темы докладов, они меняются и как они определяются? — Вообще, в этом вопросе, ну это творческий процесс, то есть на предприятии есть темные места, те вопросы, которые требуют решения. Не всегда до этих решений доходят руки у главных специалистов, но они есть. И за такие вопросы, как правило, берутся как раз наши молодые работники, начинают что-то прорабатывать, где-то предлагать свои идеи, и иногда это дает положительный результат. — Алексей, а что несет в себе научно-практическая конференция для руководящего состава градообразующего предприятия? — Ну, это возможность посмотреть на будущее. Именно эти люди, возможно, и, скорее всего, придут руководить нашим предприятием в ближайшем будущем. И для руководителя это возможность как раз увидеть тех людей, на кого делать акцент, кого дополнительно развивать, на кого делать ставку в будущем. — Ну и заключительный вопрос. Чего ожидаете от 15-й научно-практической конференции? — Ну, как и каждый год, мы ждем новые имена, новые лица. Ждем много позитивных эмоций — это всегда. Ну и, конечно, хороших докладов, которые оценят наши комиссии. — Спасибо.